Я попрошу поаплодировать, а председателя получить именную табличку. Табличку вручают председателю избирательной комиссии, которая находится в хуторе Курбатском, где героически погиб и похоронен Сырена Ракелян. Решение территориальной избирательной комиссии. Оно принято 80-летию образования Краснодарского края. Избирательный участок в селе Варваровка получил имя Дмитрия Калинина. Именно там десантировалась его группа. В общем-то удивлены, но приятно удивлены. У нас в школе есть прекрасный материал об этом герое. Я думаю, что мы этот материал подготовим и выведем рядом с табличкой. Кость люди знают, читают. В зале представители всех 75 участковых избирательных комиссий. В этом году их на 5 больше, чем в прошлом году. Необходимо учитывать изменения границ и правильно проинформировать избирателей. Кроме того, Краснодарский край – один из регионов, где в пилотном режиме отрабатывают замену открепительного удостоверения специальным заявлением. Избиратель, который в день выборов не сможет проголосовать по месту прописки, может назвать примерный адрес своего будущего местонахождения, его вычеркнут из одних списков и внесут в другие. Сегодня выборы можно организовать только на высокопрофессиональном уровне, потому что законодательство об избирательном праве постоянно меняется. Поэтому наша задача – обучить членов участковых избирательных комиссий. Такие плакаты скоро появятся по всему муниципалитету. В Анапском районе сегодня зарегистрированы 137 тысяч избирателей. На 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Осенью Анапа и сельские населенные пункты проголосуют за своих представителей в Краевом Заксобрании. Выборы назначены на 10 сентября.